Продолжим разбор суры Аль-Наср. Поистине он является принимающим покаяния. Частица усиления добавляется к именному предложению, состоящему из моптада вахабр, подлежащего и сказуемого. Ставит подлежащее в состояние насп, после чего оно уже называется исмуинна, то есть имя частицы инна. И ставит сказуемое в состояние арраф, после чего оно уже называется хабару инна. Значит инна требует для себя исм и хабар. Инна – мабдин аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Аль-Хал – это дамиру луайби – местомение третьего лица, дамиру нуттасалун – слитное местомение. Мабдин аля дамми – с неизменяемым окончанием с домой на конце. Фимахалин насбин – на месте подлежа насб. Исмуинна – является исм, именем частицы инна. Кана – это феалин мадун, глагол прощадчивого времени. Нагусун – недостаточный глагол. Назван он так, потому что он не ограничивается одним именем, которое он ставит в состоянии арраф. И нуждается в хабар-манцуб, во втором имени, которое он ставит в состоянии насб, и которое называется хабарукана. Значит, Кана и его сестры добавляются тоже к именному предложению. Ставят подлежащее именному предложению в состоянии арраф, после чего его уже называют исмукана, имя глагола Кана. А также ставят хабар подлежащее в состоянии насб, после чего его уже называют хабарукана. Хабар глагола Кана. Значит, Кана – это феалин накусин, недостаточный глагол, феалин мадун, глагол прощадчивого времени. Мабдиму аля фатхин, с неизменяемым кончанием, с фатхин на конце. Восмого исм глагола Кана – это думирун муссатрин фигий джавазин, скрытые в нем в допустимой форме местоимения. Тақдиру ху хуа, и это скрытое местоимение, местоимение хуа, которое возвращается к Аллаху. Тавабан – это хабарукана, хабар глагола Кана, имя, поставленное им в состоянии насб. Онсубан бихи, поставлен этим глаголом в состоянии насб. У алямата насбихи, признак состоянии насб в этом имени, аль-фатхата ал-захирату аля ахирихи, явная фатха на его конце. Ва кана маасмихи ва хабарихи, глагол Кана со своим исмом и хабаром, все это джумлятун феалитун, глагольное предложение. Фи махалли рафа, на месте падежа рафа. Хабару инна, хабар частицы инна. И наконец, инна маасмиха ва хабариха, частица инна со своим исмом, коими являются слитные местами аль-ха, и хабаром, коими являются глагольные предложения Кана Таваба. Так вот, инна со своим исмом и хабаром, все это джумлятун и смитун, именное предложение. Ибо теда иятун, начальное предложение, ла махалли ла хаминал и араби, не имеет места в падеже. Джумлятун инна кана таваба, все это предложение, та али литун, содержит в себе побуждение. То есть, фасаббих, вославь своего господа, ли эннаху кана таваба, так как он является принимающим покаяние. Аллаху а'лам. Аллаху а'лам.